Книга под названием «Гражданское общество Республики Молдова. Спонсоры. Инпократия. Культурные войны» это подробное исследование, которое отражает деятельность на территории Молдовы в сети неправительственных организаций и СМИ, через которые иностранные фонды оказывают серьёзное влияние на социально-политические процессы внутри нашей страны. По словам депутата Богдана Цирдя, с 1992 года и до сих пор число НПО в нашей стране увеличилось с 38 до 14 тысяч. И неспроста. Это произошло из-за того, что был подписан план действий Молдовы и ЕС, Молдова-НАТО, а затем соглашение об ассоциации с ЕС, которое строго предусматривало массовую поддержку со стороны государства и внешних партнёров НПО, а также разрешение для НПО проникать во все государственные структуры, во все органы власти, парламент, президентуру, Центр по борьбе с коррупцией, СИП, чтобы иметь возможность проводить экспертизу, контролировать, участвовать в разработке законопроектов и решений. В этих НПО работают тысячи сотрудников. Как подчеркнул автор исследования, это целая армия, готовая в нужный момент вмешаться в политические войны. В Республике Молдова существует практически 14 тысяч НПО, в которых работает не менее 82 тысяч волонтёров. Уважаемые соотечественники, это целая армия, постмодернистская, финансируемая из-за рубежа, которая жестко привязана к донорам в кризисные моменты, в стратегические моменты. Эта постмодернистская армия вовлечена в информационные, культурные и даже политические войны, которые мы продемонстрируем на других пресс-конференциях с множеством аргументов. О степени вмешательства во внутренние дела Молдовы через НПО говорят бюджеты этих организаций, которые выделяются им из-за рубежа. Эти бюджеты не просто щедрые, а до неприличия огромные. Они в разы превышают бюджеты, к примеру, публичных государственных учреждений вместе взятых. Так, наибольшая доля финансирования НПО принадлежит фонду Сороса в Молдове – 129 миллионов долларов. Только на программы поддержки масс-медиа с 2009 года по 2018 год было выделено 5 миллионов долларов. В предвыборный год бюджеты на эти цели значительно увеличиваются. Все неправительственные организации, со слов автора исследования, действуют скоординированно и аффилированы к определенному избирательному кандидату определенной политической партии. Богдан Циртя привел простой пример того, как в условиях нынешней избирательной кампании отрабатываются политтехнологии по манипулированию общественным мнением. Все эти НПО получают деньги миллионы из-за рубежа, более 100 миллионов евро ежегодно. И все эти НПО участвуют в выборах, мониторят выборы. Вот пример Промолекс из сети Сороса. Имея по 2,5 миллиона долларов бюджет, они мониторят выборы и обвиняют одного из кандидатов, то есть фаворита, в том, что у него больше всего нарушений. Еще один пример грубой манипуляции. Недавний случай с распространением фейковой информации о якобы потерянном телефоне президента Молдовы с последующим опубликованием якобы информации личного характера. Если бы это было реально, имею в виду, но это фейк. То есть вы заранее выходите с фейками и выдаете это за какую-то, как вам сказать, достоверную информацию. И самое главное, что вы, ребята, не показываете, а кто спонсор ваш, сколько денег вы получили за это и не публикуете финансовых отчетов. Вы иностранный агент. В Америке такие НПО, как ваши, являются иностранным агентом, который продвигает интересы другого государства. Да? Вы продвигаете интересы другого государства. Мы это понимаем. Мы это понимаем. Так скажите об этом открыто. Мы получили деньги от другого государства, чтобы уничтожить президента нашего государства. Вот и все. Богдан Цирдя заявил, что готов представить исчерпывающие доказательства в подтверждение своих слов на любую критику. В комментарии для АКЧЕН-ТВ исполнительный директор промо-Лекс Ион Маноли заявил, что не видит ничего плохого в том, что НПО финансируется из-за рубежа. АКЧЕН-ТВ попытался взять комментарий и у представителей офиса фонда Сороса в Молдове. Но на наши телефонные звонки там никто не ответил. Напомним, представленное исследование Гражданское общество Республики Молдова, спонсоры «Энпократия. Культурные войны» состоит из 8 глав, 795 страниц, которые содержат 1400 библиографических ссылок. В работе представлены конкретные документы об источниках финансирования этих организаций, периодах, суммах и адресатах переводов в размере миллионов евро и долларов, задачей которой является опорочивание одних политиков и продвижение других. Документы, на которых основывается исследование, собраны в течение нескольких лет, а каждое утверждение подкреплено первоисточником.